Популярность звезд угасает так же быстро, как и вспыхивает. Некоторым удается удержаться на плаву, а другим приходится сильно постараться, чтобы вновь вернуть себе былую славу. Истории взлетов и падений звезд 90-х, которые вновь обрели популярность в нашем сегодняшнем видео. Эта очаровательная блондинка с соблазнительными аппетитными формами, словно ураган ворвалась в мир шоу-бизнеса. С каждым новым клипом ее фигура становилась все стройнее и стройнее. И было у Натали все как в сказке. И головокружительная популярность, и многочисленные концерты. Но однажды она просто исчезла. Шли годы, прибавлялись года, и уже никто не вспоминал и уж тем более не надеялся вновь увидеть Натали в обойме шоу-бизнеса. Но в 2012 году она вернулась. И не просто, а ворвалась, словно ураган с мега-хитом «О боже, какой мужчина!». Натали, словно изголодавшаяся фурия, начала захватывать все сегменты шоу-бизнеса. От фотосессий до клипов, где она уже совсем не выглядела как стеснительное и невинное создание. Также Натали приняла участие в проекте «Точь в точь» и даже озвучила радость в мультфильме «Головоломка». Ей удалось буквально взорвать интернет с Николаем Басковым и получить рекордное количество просмотров на совместное детище «Николай». Рекорд 19 миллионов просмотров до сих пор не побит. А может это означает, что она опять однажды незаметно исчезнет? «Хай-фай» — группа, перевернувшая весь отечественный мир шоу-бизнеса. Они исполняли песни в непонятном стиле, и непонятно, как эти песни тут же становились хитами. Оксана Олешко — красавица, спортсменка и фотомодель. Тимофей Пронькин — самый загадочный участник коллектива, ведь все, что мы о нем знаем, так это то, что он качок из хай-фай. Митя Фомин — танцор родом из Новосибирска, который стал настоящим лидером группы. Но мало кто знает, что участники группы не имели никакого отношения к вокалу и были далеки от пения. Голос, которым исполняются все песни, исходят вовсе не из уст Митя Фомина, а принадлежит поэту, композитору и одному из продюсеров группы Павлу Есенину. В интернете легко найти клип группы «Орбита» на песню «Call me, Misha», где поет и пляшет сам Павел Есенин. Этот момент никак не помешал группе забраться высоко на вершины эстрады. Гром прогремел в 2003 году, когда группу покинула Оксана Олешко. Ее неоднократно пытались заменять другими солистками. К 2008 году «Былая слава» постепенно угасала, и в 2009 году в погоне за собственным успехом коллектив покидает главный солист Митя Фомин. А к 2014 году группа исчезает с радаров шоу-бизнеса. Возвращение состоялось в 2018 году. Hi-Fi выступает с большим концертом в Олимпийском первом составом. Именно во время этого концерта Митя Фомин объявляет о воссоединении группы. Прекрасная сказка с хорошим концом. Юрий Лоза на своем маленьком плоту заплыл дальше, чем Ди Каприо на Титанике. Он долго плавал по волнам эстрады, пока однажды не затонул. Многие до сих пор считают его исполнителем одного хита. В 2000-е Юрий Лоза вновь обретает славу. Нет, он больше не придумывал новых хитов, а решил плыть в другом направлении, предпочитая скандальные высказывания в адрес других звезд. Мир встал на колени, когда увидел эту певицу. Мама марихуана. Тогда многие считали, что это и является допингом и главной музой Линды. А иначе откуда такие непонятные тексты в ее исполнении? Сама Линда из-за своего образа и философии творчества долго не могла найти путь к вершинам шоу-бизнеса, пока не встретила Макса Фадеева. В 2000-м году популярность Линды начала таять на глазах, и Фадеев переключает свое продюсерское внимание на других исполнителей. Эти звезды остаются популярными и по сей день. В прессе появлялось множество статей о том, как Линда чуть не погибла от наркотиков. Но в 2015-м певица выпускает альбом «Карандаши и спички». К сожалению, альбом с грохотом провалился, не став залогом для возобновления карьеры. Этот хит стал настоящей бомбой и открыл дорогу стройной брюнетке Саши Зверевой. Что не песня, то сразу же хит. Гастроли по разным городам и странам, успех группе был обеспечен. Но в начале 2000-х группа Демо резко пропала, а затем Саша Зверева ушла в сольное плавание. В сети появилось видео домашних родов Зверевой, и Саша начала тур по различным телепроектам, связанными с родами и воспитанием детей. На этих передачах певица открыла тайну исчезновения группы Демо. Однажды она просто сделала выбор в пользу семьи и никогда об этом не жалела. Сейчас Саша настоящая звезда Инстаграм. Проживая в США, она проводит семинар «Умные мамочки». Вечно беременная Саша Зверева и ее дети продолжают покорять сердца будущих мамочек. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.